Небольшой участок, буквально в 200 метров, весь изрыт ямами. Большие, маленькие, глубокие и длинные, они встречаются на каждом шагу. Кажется, что дорогу на улице Высоковольтной давно не ремонтировали, и она требует внимания местных властей. Однако это не совсем так. Ее систематически, ну как систематически, с интервалом примерно год-полтора ремонтируют, но она через полгода, примерно через несколько месяцев, приходит опять в то же самое состояние, что было до ремонта. То есть это ремонт для галочки делается. По словам местных жителей, движение здесь оживленное. Дорога хоть и является, по сути, въездом во двор, однако соединяет с большой землей десяток домов. Одни стоят здесь уже 30 лет, другие только начали возводить. Это тоже сказалось на качестве дорожного полотна. Здесь часто проезжают большегрузы, по той дороге, я имею в виду. Они разбивают и дорогу, и это и мусоровозы, сейчас вы знаете, они не маленькие, а большие машины. Ездят и грузовые, и трейлеры проезжают даже. Я не знаю, что это такое. Оживленное движение продолжается и во дворе дома номер 37, корпус 4. Раньше двор был тупиковым, однако два года назад после замены асфальта было принято решение соединить его с соседними. По словам местных жителей, дополнительную дорогу должны были проложить за их домом, однако этого не сделали. Теперь в часы пик он, по словам местных жителей, превращается в автостраду. Все машины, которые находятся на 4-м опровском, на Шевченко, им удобнее ехать, потому что там дороги разбиты. Шевченко перекрыто милицейским, милиция перекрыла Шевченко улицу, что выезда на 9-ю линию нету. Там положили они блоки, сделали себе все, чтобы им никто не мешал. И весь поток машин, которые находятся на тех улицах, идет здесь. Стоит отметить, что для пешеходов тротуары вовсе не предусмотрен, поэтому на остановку людям приходится идти прямо по проезжей части. У нас низина, болото, идет вниз. И весной, и дожди, все стекает к нам, собственно. И когда идешь, особенно после дождя, здесь лужи, болото. Бегаешь по дороге, а там из-под машины выпрыгиваешь. И с детьми, и так. Очень сложно. Люди идут с колясками, с детьми, по дороге. Машины несутся, дорога разбитая. Хорошо, если сухо. Но когда, если прошел дождь, вода, машины несутся, могут вас и водой обдать. При этом местные жители сами предлагают решение. Они готовы уступить часть зеленой зоны, вместо которой можно было бы сделать тротуар. Однако пока, к их мнению, никто не прислушался. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...